приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 12 сентября поговорим о церковном празднике поговорим о народном празднике также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать ну и как всегда по традиции мы с вами начнем с праздников православной церкви и так 12 сентября православная церковь почитает память святителя александра патриарха константинопольского преподобного александра свирского и великого князя александра невского вряд ли найдется человек который никогда не слышал о князе александром прозванном невским за победы над ливонским орденом и шведами в сражениях на берегах невы напоминаем это сражение в истории запечатлено в одна тысячи датированная на тысяча двести сороковым годом он занимает лидирующее место среди защитников русской земли и православная вверг верой церковь причислила князя клику святых 12 сентября одна тысяча семьсот двадцать четвертого года при петре первом нетленные мощи александра невского были торжественно перенесены из владимира в санкт-петербург где их встречали первоперезвоном колоколов всех церквей и громом пушек поместили мощи князя в свято-троицким монастыре сейчас это называется лавр возведена сейчас это лавра возведенном на месте победы русских воинов предводителем которых был князь александр в невской битве в 1922 году уже буквально в прошлом веке останки великого защитника были переданы в казанский собор преобразованный музей религии и атеизма и только в июне 1 тысяча девятьсот восемьдесят девятого года петербургская святыня была перенесена обратно в троицкий собор русский православный святой александр свирский в миру носил имя амос он был основателем а позже игуменом александра свирского монастыря расположенного недалеко от реки сверь на берегу ропшинского озера от господа святой получил дар чудотворения прозорливости исцеления его прозвали тайна зрителям святой троицы потому что по преданию я имел ему явился господь виде святой троицы и благословил на подвиг отшельничества построена преподобным небольшая обитель после обретения нетленными его моем в его мощей постепенно превратилась в мощный оплот православия при царе александре михайлович и здесь был построен храм в честь преображения господня с пределом во имя александра свирского святитель александр был архиепископом константинопольским боролся с ересью арианство обладал даром чудотворения в 325 году был избран цареградским архиепископом александр на протяжении 20 лет неспокойные времена еретика ария руководил архиепархией за это время обратил в христианство многих людей вот такой сегодня насыщенный день в церковном календаре также мы вам оставим молитвы к описанию к этому видео и вы в этот день обязательно можете прочитать молитвы а также сходить церковь или в храм а вот в народе александра прозвали свытником или сытником также это день еще называли как александра в день почему иным прозвали сытником дело в том что вчера 11 сентября был великий праздник усигновения главы иоанна предтечи или иван назывался он постный и в этот день все елась только постное должно было быть на столе поэтому именно 12 сентября после строгого именно однодневного поста сновь снова наступало время обильных застолье конечно же хозяйки готовили сытную ячменную кашу пили вкус пекли вкусные караваи по народной традиции люди готовили и ячменную кашу как на воде так и на молоке готовили свежую выпечку пироги караваи булки из недавно собранного зерна люди которые уже были побогаче могли себе позволить каши на мясном бульоне готовили мясные пироги и пирожки девушки в этот день проводили специальные обряды при этом нужно было обязательно заплести стебель ячменя волосы и проходить с ним полдня говорили что такой обряд не оставит равнодушным никакого никого из женихов на такой девушка обязательно обращали внимание парней сужены появлялся откуда ни возьмись также 12 сентября старались заговорить колоски девушки собирались ближе к ночи к уже когда появлялись звезды и проводили некий обряд который должен был обязательно повлиять на будущий урожай данный колосок клали под подушку и верили в лучшее вера очень важно в этом деле но не менее важно и труд прикладывать нужно усилия и ни в коем случае не стоит лениться чтобы добиться хороших результатов вечер молодые ребята собирались приносили кто что мог из еды они накрывали на стол также кушали пели веселые громкие песни играли в игры могли не расходиться аж до самого утра согласно народных примет по погоде к теплой осени без осадков было множество птиц которые заметно не улетали и кружили будто наслаждались еще теплыми деньками занимались своими делами пытаясь все успеть перед улетом в теплые края продолжительным осадком говорила рябина которое было полно на деревьях которые так любили лакомиться птицы перед улетом на юг крайне зиме сулили пчелы которые раньше времени начинали запечатывать ячейки с медом соответственно и мед будет скором времени так как он после запечатывания дозревал до необходимой консистенции был готов к употреблению мед очень любили люди он отлично заменял сахар что самое главное хранился достаточно долгой и при этом при любой температуре к урожаю именно хорошему урожаю в следующем году могла рассказать приятная теплая погода вечером звездная и ясная ночь паутина летающая была всегда к теплу а когда ежики рыли самого утра норки для себя прячась от непогоды сегодняшняя звездопад 12 сентября говорил о плохом урожаю согласно сегодняшней народные приметы молодые пары молились за будущего ребенка они просили не только здоровья и сил они просили именно мальчика чтобы александр сиверский им помог это осуществить в некоторых поселках отмечали день александра именно 12 сентября открывали осенне-зимние посиделки когда на улице уже было не так жарко люди старались теплее одеться и развести костер чтобы ночью было комфортно праздновать и сидеть за столом народ в этот церковный праздник не рекомендовал приносить в дом котят или щенят иначе обязательно наступит несчастье в доме такие истории можно было исправить только уже знахарем который проводил обряд для отпугивания злых сил первый гость мог сам понять что он сегодня главный так как он открывал праздник своим присутствием об этом узнавали как только слышали молчание в ответ на приветствие считал что с ними никто не должен здороваться из хозяев иначе у семьи будут большое несчастье жаловаться плакать и жалеться о чем-либо сегодня было не разрешено люди старались избегать подобных разговоров так как они могли привести к конфликтам и ссорам со своими же родственниками рекомендуем вам развеять плохие мысли воспоминания если такие конечно имеются отвлечься любым занятием общением с друзьями увлечением своим любимым хобби или даже погрузиться в свое дело или бизнес но ни в коем случае не напрягать себя тяжелой работой которые будут грузить и навевать на грусть и усталость вместо того чтобы расслаблять хорошие хозяйки держали заготовки специи закрутки овощи и фрукты под своим присмотром и контролем они хорошо знали сколько чего у них есть чтобы последний момент не было какой-либо неприятной ситуации даже было поверье в котором говорилось что если сегодня неожиданно заканчивалась или пропадала соль в доме то хозяйка не только считалось плохой но ее обрекали в проблеме с финансами в ближайшее время рассыпанная соль была на оборотке измене от супруга а монеты считать сегодня вообще запрещалось так как они могли привести к бедности но это не повод уходить от финансовых вопросов и планирования в своей жизни всегда ценились те кто умел правильно распоряжаться как своими так и чужими деньгами да для этого стоит хорошенько разобраться со своими поэтому никогда не поздно начать вести свой учет денег также в этот день мыть голову не рекомендовалось так как можно было облысеть или заиметь проблемы с волосами а если их постричь что можно укоротить себе судьбу 12 сентября именины отмечают владельцы таких имен ян федор теодор степан петр павел макар леонид алексей александр просковья милица и елизавета людям родившимся 12 сентября было принято носить хризоберил и как оберег вообще-то люди которые родились 12 сентября считаются достаточно удачливыми и целеустремленными людьми сновидение этой ночи могут продемонстрировать вам истинное положение вещей особенно стоит присмотреться к ночным грезам которых показаны недавние события произошедшие с вами скорее всего вы сделали неверные выводы и подсознание через сон пытается достучаться до вас также обращаем ваше внимание что в этот день 12 сентября наши предки читали различные магические слова которые помогут избавиться от многих бед но мы вам предлагаем провести ритуал чтобы год нужны не знать и так вам нужно было взять несколько зерен ячменя и сказать следующие слова ячмен ячмень ты в поле рос силой наливался солнцем согревался а теперь на тарелке моей чтобы не быть пустой ей в ней поселись никогда не переводить и добавить ячменные зерна в кашу на молоке которые должны обязательно были съесть все члены семьи также 12 сентября было принято заготавливать клюкву один из полезнейших ягод занимались обычно этим женщины и старики знахари в день александра шли поутру в лес чтобы накопать корешков лечебных растений но прежде чем приступать к сбору лечебных растений обязательно читали молитву отчина чтобы их благословил сам господь в день александра сытника 12 сентября нельзя было выносить на просушивание подушку и перину считалось что нечистая сила в них может забраться по этой же причине в этот день не перестилали кровать и ни в коем случае не стирали постельное белье у торговцев была своя народная примета не касаться в александра в день мелочи а тем более ее считать иначе потом весь год будешь только этим и заниматься не имея крупной купюры кто в этот праздник брал в руки игральные карты таут на себя мог накликать сто бед подстрекатели поиграть сегодня в картишки могли и отлупить считая что в него нечисть вселилась а значит ее и нужно выбить в народе в день александра сытника устраивали пышные застолья пекли пироги караваи готовили вкусные блюда и не забывали угощать ими гостей но главными яствами на столе сегодня 12 сентября у наших предков было не мясо и не рыба центр стола украшали караваи пироги приготовленные из муки свежего урожая а также ячменная каша каша тоже из свежесобранной крупы наши предки очень ценили ячневую кашу за то что надавала силы и укрепляла здоровье женщины давно заметили что эта каша позволяет продлить молодость если ее употреблять регулярно можно улучшить состояние кожи волос и ногтей современные диетологи тоже высоко ценят свойства этого продукта правда самой полезной каши все-таки считается другая также сегодня ячневую кашу варили на молоке добавляли в нее масло чтобы она была по-настоящему сытной трапезу начинали с каравая наши предки говорили сытно с хлебом жить 12 сентября было принято вязать и собираться большими компаниями этот день лучше других подход для душевных посиделок в кругу друзей и рассказов о самом сокровенном супружеские про пары которые мечтали о рождении малыша именно мальчика на праздник молились святому с просьбой исполнить их желание что же нельзя было делать 12 сентября по народным приметам наши предки верили что 12 сентября в день александра сытника нельзя болтать попусту сплетничать и говорить лишнее народные приметы этого дня предсказывают болту нам проблемы у обладателей длинного языка мод появится такие болезни как ларингит стоматит или ангина из-за которых каждое произнесенное слово будет вызывать боль именно поэтому надо внимательно следить за всем сказанным ни в коем случае никого не судить даже за негативные поступки и не говорить за глаза запрещено в день александра сытника ревновать так как ревность в этот день может негативно сказаться на будущих отношениях начнутся ссоры скандалы и даже возможные измены поэтому в этот день нужно настроиться только на позитив стараясь не обижаться на близкого человека не рекомендуется в этот день покупать одежду иначе она очень скоро придет негодность порвется испачкается так что невозможно будет вывести пятна лучше сегодня поберечь деньги или же их потратить на еду также согласно народным приметам нельзя сегодня стричься тот кто сегодня сделает стрижку будет несчастлив планы не реализуются в любви станет будет ждать разочарования на работе появится с проблемы с начальством и коллегами в день александра сытника не нужно здороваться первым с зашедшим в дом гостем это народная примета к неудачам и к неприятностям в отношениях с окружающими нужно дождаться приветствия визитера а после уже ответить ему также сегодня в этот день нужно было следить за солью в доме нельзя допускать чтобы она закончилась именно 12 сентября иначе хуже и весь год у вас будут проблемы с деньгами ни в коем случае сегодня было и нельзя рассыпать соль это народная примета солит измену второй половинки если же соль все же просыпалась надо ее собрать веником на бумагу и выкинуть под дерево уйти не оглядываясь тогда дурная примета не сработает и ничего страшного не случится также обращаем ваше внимание что нельзя сегодня играть в азартные игры иначе в этой в вы целый год будете испытывать чувство дискомфорта напоминаем всем что сегодня нельзя мыть голову иначе можете стать лысым и конечно не стоит не стоит сегодня приносить в дом котенка иначе в семье могут начаться скандалы а вот если принесли щенка то скоро можете ждать хорошую прибыль деньги придут вам из неожиданного места вот такой друзья у нас с вами день 12 сентября по народным приметам и по церковному календарю мы надеемся наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео видео